Ну-ка, на сколько лет я выложу? Мне кажется, на 17. Молодец. Доброе утро, мои прекрасные зрители. Ну что ж, я только что обнаружила, и большое спасибо всем, кто в комментариях мне просигнализировал, что моё видео, которым я рассказывала, почему же я так много работаю, потому что вы не поверите, как много вопросов мне поступает. Случилась такая ситуация с названием. Всё было корректно, я совершенно точно назвала, сохранила название. Но почему-то видео называлось про суп, про овощной бульон, то есть взяло название предыдущего видео. Ну что ж, дорогие зрители, я, наверное, уже всем все уши прожужжала про то, что я очень рано встаю благодаря своему гречневому марафону. Но этот влог, он не состоялся бы, если бы, опять же, мы рано не проснулись, не собрались. Сегодня я даже успела поднакраситься. Что-то мне не очень понравилось, как я в прошлом видео выглядела. Кстати, очень часто мне пишут комментаторы, что нос у меня большой. Но на самом деле это связано с тем, что я держу камеру на вытянутой руке, и вот такой фокус, да, у тебя нос большой. Но поэтому селфи часто делают вот таким образом, правильно? Чтобы так вот всё было красиво, тоненько и худенько. Поэтому очень много для блогера зависит от ракурса. И когда ты близко к камере, да, нос у тебя такой внушительный, может быть. Но сегодня, опять же, мы не просто рано встали, а я успела себя привести с Данечкой. Я всем желаю просыпаться раньше на 10 минут. Это позволит вам вот действительно начинать день очень-очень комфортно. И чаёчек можно попить, и себя в порядок привести, и начать день красивый и бодрый. Кстати, меня часто спрашивают, Яна, а как мамочки итальянские приезжают в детский сад? Но на самом деле все приезжают кто как. Я сегодня, например, вот так выгляжу. Иногда, точнее иногда, я так одеваюсь, принаряжаюсь, потому что есть настроение. На самом деле, чем холоднее на улице, чем пасмурнее, тем, в общем-то, меньше желания наряжаться. Я думаю, что многие меня поймут. И могу сказать, что да, меньшинство мамочек таких, и я очень часто, в большинстве тех, которые надевают, в общем-то, то, что попало, очень часто пижамочку тёплую с начёсом, сверху пальтишко, либо пуховик, и повела ребёночка в сад. Потому что 8 утра, 9 утра, в общем-то, если на улице ещё такой туман, как бывает часто, либо дождь, либо просто солнце, нет, то, конечно же, особо никто не наряжается. И итальянки при этом хорошо выглядят в течение дня, они возвращаются домой, делают уборку, тоже много раз об этом рассказывала, и потом выходят по каким-то своим повседневным делам. Очень часто это закупки на рынке, либо в самом обычном супермаркете, и, соответственно, тогда уже все приводят себя в порядок. Поэтому большинство мам выглядит печально. И я повторюсь очень часто среди них. Сегодня я хотела начать свой влог как раз-таки с того, что я к магазину-то приехала. Настолько в последнее время я рано стою, что далечку рано тоже отвожу. Вот я приехала к супермаркету, но супермаркет ещё закрыт. И, в общем-то, образовалось у меня вот эти вот 5-10 минут ожидания, пока супермаркет готовится к открытию, чтобы вот такой влог записать. Сегодня четверг, сегодня рыбный день в нашей семье. Я как раз-таки опять покажу, что же я готовлю мужу. Если в прошлом влоге я показала, что я готовлю себе, в этот раз я покажу, что я готовлю мужу. Сейчас я забегу в супермаркет, куплю буквально пару вещей. Я много раз рассказывала о шаговой доступности, что если она имеется у вас, то есть вы можете прямо-таки за 5 минут, 10 минут доехать до ближайшего супермаркета, либо тем более дойти, то, в общем-то, я человек, который старается не закупаться надолго и помногу. И я, на самом деле, сегодня тоже куплю 2-3 вещи, которые мне нужны. И потом поеду на рынок и хочу купить сегодня цветы. Посмотрю, будут они, не будут, какие. И, соответственно, посажу. Цветы часто попадают в моих роликах о минимализме в список тот вещей, которые я не покупаю, потому что тяжело за цветами ухаживать. На самом деле они красивые, они прекрасные. Но потом их нужно поливать, их нужно выставлять в определенное место, чтобы они цвели и пахли. Ну и потом, когда они погибают, еще нужно, в общем-то, их выбрасывать и вазочки после них мыть. Соответственно, сегодня я еще очень хорошо подумаю, буду покупать цветы или нет. Ну что ж, дорогие зрители, вот я и на рынке. Как вы видите, настолько рано, что еще не все приготовили свои торговые места. Приглашаю вас прогуляться по рынку. Посмотрите, какое пальто я встретила. Ну, прямо-таки стритстайлерский лук. Пальто стоило 29 евро, свитеры того дешевле. И джинсы, которые тоже очень классно смотрели, стоили еще меньше. И могу сказать, что я часто вижу вещи. Например, вот эта блузка, я считаю, очень бы хорошо смотрелась в кадре. У нее были очень фактурные рукава, и она потрясающе аккуратно была сделана. Ткань ненатуральная. Фактуры ненатуральные, но очень-все очень-очень аккуратно, все очень необычно. Я в который раз убедилась, что на рынке действительно можно очень-очень хорошо одеваться. И если уж не всегда красиво и элегантно, то по стритстайлерски совершенно точно. Все вещи, повторюсь, меня поразили своей аккуратностью. Вот эта шуба. Кстати, в одном из ближайших видео я снова обращу внимание, что розовый, на мой взгляд, это тренд. Этот цвет, который здесь, по крайней мере, в Италии очень популярен. Эта шуба снова меня поразила тем, насколько аккуратно все было сделано. Посмотрите, какая фурнитура аккуратно пришита. Так же, кстати, как и на предыдущем пальто за 29 евро. Да, возможно, с шагового расстояния можно угадать, что все это стоило 10, 15, 20 евро. Но очень часто мы можем потратить на вещь 200 евро, то и 2000 евро. И выглядеть эта вещь будет не на эти деньги. Вот это действительно обидно. Что ж, я снова у цветов. Цветы моя слабость, цветы моя страсть. Хотя ухаживать я за ними не умею и, наверное, не очень люблю. Но в итоге цветы я сегодня купила. Я купила 10 примул. Это первые цветы. Вот такие они яркие. Они очень-очень неприхотливы за 8 евро. И теперь мои кадры о доме, о минимализме будут украшать горшки вот с этими цветами. А те хризантемы, которые многим примелькали, желтые со сломанной веточкой, думаю, что уйдут из моей блогерской библиотеки. Ну что ж, очень рано. Мне даже 10 часов утра. До сих пор есть свободные парковочные места. А я уже уезжаю. Уезжаю домой. Надеюсь, что вот этот жуткий плотный туман рассеется. И я смогу сегодня поехать в Падуе и заснять, конечно же, красивый стритстайл. Ну что ж, несмотря на то, что туман кажется очень плотным и не собирается рассеиваться, я все равно принимаю решение поехать поработать и поснимать в Падуе. Ну что ж, я в Падуе и для Падуе я переоделась, потому что я боялась замерзнуть. И я была права, я очень-очень сильно замерзла. Возможно, вас удивляет, что я постоянно делаю в том или ином магазине. На самом деле, я греюсь. А еще в кафе, знаменитом кафе без дверей, кафе Педроки, я часто заряжаю свой телефон, потому что от холода очень быстро разряжается. Я замерзла настолько, что серьезно подумывала... Да, сегодня я с сумкой, и там у меня есть денежки. Я серьезно подумала о том, чтобы купить вот такую классную куртку. Она мне очень понравилась. Это, конечно же, синтетика, наполнитель синтетика. Но я очень хорошо отношусь к синтетическим пуховикам, потому что они прекрасно стираются, они прекрасно сохнут. Нет риска, что пух внутри собьется в куски, и потом его очень тяжело расправить. Ну и могу сказать, что греют синтетические пуховики не хуже, чем пуховики с натуральным наполнителем в виде пуха. И да, очень мне понравилась эта куртка. Кстати, возможно, я поеду ее куплю. Не купила, потому что, ну, подумала опять, будет мне до кучи, будет лежать, валяться. Я же все-таки минималист и должна очень-очень тщательно взвешивать свои покупки. И, кстати, да, я собиралась именно так выйти из магазина на улицу. То есть я бы носила этот пуховик, это L, поверх своей любой верхней одежды. Я бы посмотрела уже дома, как лучше и с чем лучше смотрится. И, кстати, возможно, я куплю именно потому, что наполнитель синтетика, этот пуховик, я думаю, будет занимать очень-очень мало места, когда я буду убирать его на сезонное хранение. Падуя, как всегда, прекрасно, впадуя всегда, мне интересно. Сегодня муж меня подбросил, обратно я возвращалась на автобусе. Посмотрите, как интересно, теперь билетик, когда пробиваешь билетик, кусочек билетика откусывает контролер, потому что раньше было не так. И на использованном билете можно было ластиком самым обычным школьным стереть, стереть то, что пробивает контролер. И, да, использовать билетик еще раз, признавайтесь, кто так делал. Напишите в комментариях, поставьте просто крестик. Я честно скажу, что я так делала и не раз. Вот мой обед. Это, кстати, новый бульон и новая закладка для бульона. Конечно же, я сниму об этом видео, потому что я блогер, очень продуктивный дейли-блогер. Сейчас я пообеду и поеду за Данечкой. Но сначала сниму несколько видео, в том числе видео о своей весенней коллекции обуви, которую я жду, не дождусь. И с приходом тепла, конечно же, начну носить с удовольствием. Ну что ж, дорогие зрители, возможно, вас удивит, что я завязала себе глаза. Но на самом деле я хотела показать всем тем, кто хочет научиться быстро и четко говорить, тем более делать это на камеру, либо делать это на публику. Хочу показать, что это возможно. Очень часто мне пишут, что я читаю с какого-то экрана. Возможно, думают, что у меня есть время напечатать свой текст. Нет, я очень часто не готовлюсь даже к своим видео. А если у меня есть заметки, то вы, я думаю, видите, как я подглядываю в свою книжечку. Что ж, это окончание моего блога. Мне осталось буквально полчаса. Сейчас я запишу видео о своей весенней обуви, о своей коллекции, которую я буду носить с радостью, с удовольствием, как только станет теплее. Сейчас я поеду за Данечкой, меня часто спрашивают, почему я не рассказываю о своей второй половине дня. На самом деле, во второй половине дня все очень-очень интенсивно. Но, с другой стороны, мне почему-то кажется, что мало кому будет интересно смотреть какие-нибудь 5, а то и 10 минут влога с детской площадки, либо влога, как мы кормим животных. Очень часто мы с Данечкой ездим кормить животных, потому что сейчас очень холодно, и на площадках просто нет детей. Как правило, все после сада сразу возвращаются домой. Что ж, дорогие зрители, я на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения, хорошего дня. Увидимся очень-очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.